Вы знаете, я не знаю, что сейчас перед вами, кроме телевизионного экрана, вернее, компьютерного экрана. Может быть, у вас есть так называемый ежедневник, в котором вы пишете, что вы должны сделать в понедельник, вторник, переворачиваете, что сделано на следующей неделе, а то иногда и на месяц, и год вперед. Вот я бы многое отдал для того, чтобы увидеть этот условный еженедельник, который находится на столе президента страны. Я могу предположить, что там, вот на этом условном ежедневнике, не сегодняшний день, и не завтрашний, и не неделя следующая, а там, наверное, даже другой год. Не знаю какой, может быть, 18-й, может быть, там конец 18-го. Во всяком случае, не надо забывать первую профессию нашего президента. Он прежде всего разведчик, он прежде всего чекист. А это значит, что он не живет с сегодняшним днем и проблемами сегодняшнего дня, а он планирует то, что будет происходить на месяц, на два, на год, а может быть, и на несколько лет вперед, в силу того, что он сегодня президент. Так вот я предполагаю, что в той конструкции, которую себя представляет Россия, через год, через два, нет фамилии Улюкаев. И еще множество других фамилий только потому, что там нет понятия, может быть, правительства Российской Федерации, в том виде, в котором оно есть сегодня. Я не исключаю, что нет такого понятия, как президент Российской Федерации. Может, он будет называться как-то по-другому. То, что во главе страны будет стоять Путин, для меня сомнений не вызывает. Но будет ли он при этом называться президентом, большой вопрос. Я к тому, что не исключено, что и понятие Конституции Российской Федерации, в том виде, в котором она сегодня есть, наверное, может быть, ее и не будет. То есть, думаю я, что вот этот укольчик маленький под названием Улюкаев и все, что связано, вы говорите, с борьбой с коррупцией, никакого отношения, никакой борьбы с коррупцией не имеет. Планируется, я полагаю, какая-то очень серьезная смена конструкции существования нынешней власти в принципе. И вот подготовка к изменению вот этого серьезнейшего проекта под названием «Россия», я полагаю, идет, как бы убирая то, что может случайно совершенно где-то помешать когда-то, так сказать, как какая-то незавернутая гаечка, может привести к тому, что случилось с Шарлом в свое время. Вот я об этом. Я полагаю, что к борьбе с коррупцией двухмиллионная взятка, так называемая, по отношению к руководителю высшего звена, а тем более экономического брока, но ей-богу не может иметь никакого отношения, хотя бы потому, что для Улюкаева два миллиона долларов, я полагаю, что это стоимость утренней чашки кофе. То есть это все какие-то очень несерьезные дела. Я думаю, что здесь какая-то очень серьезная, начало какой-то очень серьезной и большой игры под названием изменения, а вернее реконструкция проекта под названием «Россия».